Всем привет, это Анираэль, сегодня четверг и у нас опять большой патч. В связи с тем, что нам наконец-то довезли Ююху Кушо, которого все ждали уже два месяца как. Все буржуи там с ума посходили просто на всех форумах и устраивали бунты. Но мне лично на самом деле на Ююху Кушо глубоко пофигу, но тем не менее тянуть я их буду. Но, давайте по порядку. Во-первых, для тех, кто у нас донатит, у нас есть очередная крутая рамочка, СССР аксессуар и скинчики на новых персонажей, а также повтор скина на Юлю, боже, как она хороша, повтор скина на Омегу, боже, какое он быдло. И вот эти вот две тяночки тоже очень красивые. У нас есть баннер новый и у нас есть все еще старый баннер с Аластрией и прочими. Кроме всего прочего, левел кап опять подняли и теперь у нас левел кап 70. И что нам это дает? Как только вы возьмете 69 уровень, уровень ваших персонажей можно будет поднять до 70 и станет доступен Ауэйкен. Тот самый, на который в 13 главе я набирала материалы все это время. У нас уже доступен Ауэйкен для четырех персонажей. Это Рэйчел. С очень крутым Ауэ скиллом, который дамажит чем больше, чем ближе она к цели. Ой, не туда. Кроме Рэйчел это Мэтью. Который призывает меч, который забирает у него хп, а потом, когда меч умирает, хп восстанавливается. Забавно. Причем забирает максимальное хп. Потом у нас дается Ауэйкен для Луны. Но про него я уже говорила в гайде про Луну. И последние и самые спорные здесь это Геральт Лайла. Они тоже получают свой Ауэйкен, описание которого повергло меня в глубокое уныние. Но тем не менее. Няшный такой Ауэйкен. И не стоит забывать, что скилл Ауэйкена стоит 3. И после Ауэйкена максимальный скилл кост у вас будет не 5, а 6. Поэтому всем, кому вы можете его сделать, ну разве что кроме Геральта и Лайла, если вы с ними не играете, а даже Мэтью, обязательно стоит, собственно, его прокачать. Но для этого придется набрать 69 уровень, чем я вот прямо рашить это на самом деле не планирую. Кроме того, из интересного у нас добавился храм 70 уровня. Я уже выложила видео на тему, как его пройти с помощью чизиков. Нечестным путем, скажем так. Еще в Secret Realm Store нам добавили две новые шмотки. Во-первых, для фанатов Анжелины. Прикольный очень цветочек. Это голова. Она зачем-то дает дефенс, не знаю зачем. Но каждый раз, когда Анжелина ходит еще раз, все бафы на ней остаются и не теряют кулдаун. Но только раз в три хода. Я так понимаю, что на более высоком уровне это будет перманентный эффект или плюс-минус что-то такое. Ну, собственно, для тех, кто играет Анжелиной, это must have, считайте. И нам добавили платьишко для Эгберта. Когда его атакуют, он получает скилл радиус и, как это называется, радиус АУЕ плюс один на ход. Довольно странная штука. Но, опять же, я не собираюсь ее покупать, несмотря на то, что у меня, блин, 500 джойстиков. Не знаю, куда их деть, честно, пионерская. Вон уже сколько шмоток выпукли, но от джойстиков все еще не кончается. Но Эгбертом я, типа, ну, вообще не пользуюсь, несмотря на то, что он у меня шестизвездочный. Так что, увы, нет. Я вот думаю про помаду для Эмельды, как защиту от фиксированного урона. Я думаю про кольцо для Мэтью. Но оно такое, спорное. А все остальное, я даже не знаю, нафига оно мне надо. Хозе. И еще явно нас ожидает новый ивент. Фармовый, скорее всего, на следующей неделе, в следующий четверг. И в нем будут билетики для того, чтобы купить этот скин на Джессику. Но так как у нас каждый ивент дается ровно шесть скинов, я не вижу смысла их куда-то солить и на что-то экономить. Я выбью и заберу скин. Потому что почему бы и нет. Так, в магазине нас скинов новых не добавили, слава богу. Меньше тратится. Ну и, собственно, конечно же, долгожданный Ююха Кушо. Что я хочу сказать насчет этого баннера. Ну, во-первых, если вы хотите собрать их всех, то вы от этого баннера никуда не денетесь, потому что это эксклюзивные персонажи, которые только в этом баннере появляются. И из обычного баннера их потом будет нельзя вытащить. Поэтому, если вы хотите когда-нибудь их приобрести, то тянуть придется. Во-вторых, Юски достаточно хороший мечник. И, кроме всего прочего, он несет шикарнейший фракционный баф для всех калабных персонажей. Под калабными мы понимаем вот такой значок Героя Времени. Юски, как видите, несет фракционный баф. Фракционный баф, который делает плюс 15% урона на использование сингл-таргет скиллов. Рейне просто очень счастлива, если ей дадут такой фракционный баф. Ну и вообще он, в принципе, хороший. Мне нравится. При варианте втором у Джошуа отдается плюс Ауе урон. То есть, если вы играете Ауешерами, вам лучше Джошуа. Если вы играете сингл-таргетами, вам лучше Юски. Ну и сам по себе он достаточно хорош. У него есть превращение в демона. Которая увеличивает его урон, увеличивает его радиус. И прям такой мощный-мощный. А он подхиливается. Но после того, как он заканчивает свою трансформацию в демона, он понижает себе урон и понижает себе мувы. То есть, он такой берсерк один раз психанул. А после этого ослаб. Этим отлично можно, я уверена, рашить в ПВП. И я уже предвижу, что в ПВП он будет всех насиловать и шатать. Курама – это маг. И маг он фракции Елес. В которой в этой фракции столько магов, что ему уже просто совать его некуда. Честно скажу. Ну, потому что реально. Фракция Елес. У нас есть Шелфанель, Рейчел, Лямбда, Ренни. Вот куда нам еще один маг, ну серьезно. Он еще также относится к фракции стратегов. В принципе, если вы играете от стратегов, можно им попользоваться. Но вот, короче говоря, в этом баннере главный герой – это Юски. А Курама так второсипедненький. Я хочу попробовать вытянуть их обоих. Я очень наивная, я знаю. И прежде чем тянуть, учтите, это не фокусный баннер. Поэтому вам может выпустить отсюда что угодно. Любая ерунда. Может выпустить, конечно, Юски и Курама в первой десятке сразу оба. А может не выпустить, блин, вообще никогда. Потому что будут падать всякие там дихарты и прочее. Тошнать-то. Ладно. Хватит болтать, давайте тянуть. Мне надоело оставаться без коллапных персонажей. Тем более, у меня нет фракционного бафа для героев времени. У меня нету Джошуа. Так, это первая десяточка. Первый блин комом. Едем дальше. Нет, двадцать тоже нет. Мне сегодня с утра пришли тысяча семьсот кристаллов за участие в команде стратегов, за мои гайдики. Как раз прям аккурат к баннеру, очень приятно. Вот только бы еще дроп подкрутили. Тридцать пока нет. Дроп не подкрученный. Что делать? Эть, 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 нет. Сорок, нет. Сейчас опять призываю на руну, блин, на три месяца вперед. Так, это уже пятьдесят. Питерейд, все ближе. Да, все ближе. Грустный баннер. Шестьдесят. Семьдесят. Ну дайте, я хочу фракционного бафера, я хочу юски. О, восемьдесят. Ну почти пите. Давайте посмотрим, кто нам выпал. Почему я говорю нам, не знаю, кто мне выпал. Ну, Курама. Две СР-ки, кстати, в баннере. Ну вот тот самый Курама, который мне не особо был нужен. Ладно, тянем дальше. Потому что нужен юски. Нет. Это, по-моему, девяносто, да? И десятый сначала. Каждый раз так сердечко тук-тук-тук вдруг. Сотый, ничего. И двадцатый. Тридцать нет. Вот так вот резко кончаются кристаллы, как будто их и не было. Сорок. Я сбилась со счета. По-моему, это сорок с момента сумона. То есть 120 было. Сейчас 130. Нет. 140. Можно мне немножко стример лака подвести? Пожалуйста. 150. У меня кончаются кристаллы. Все, что нажито, не по сильным трудам. Нет. Да, 160. И у меня, по-моему, еще пять сумонов сверху будет, и все. Ну, давай, юски, юски, юски. Хочу юски. Неа. Вот игра такая просто, говорит, неа. Подождите, видимо, я сбилась. У меня было 165. Откуда еще десятка? Нет. Ну, и по единичке, видимо. Нет. Ну, что ж. Не впечатляет, не впечатляет. Да, то есть СССРки, почему-то, падают, блин, как бешеные. Лол. А я хочу юску. А получаю Пьера. Ну все, последний сумончик. Так, 165, если я не сбилась со счета. О, лол. Такой прям завершающий момент. Ну и кто же это? А, второй Курама. Вот что-то всем падают Курамы в большом количестве. И мне тоже не повезло. Ну что ж. Всем удачи с подтягами, кто будет тянуть. С вами была Нерель. Пока-пока.